В огромном Петербурге В нынешнем году он прошел сразу в пяти городах страны, но, как обычно, Петербург был одним из центров событий. Парк 300-летия города уже привык принимать многотысячную толпу самых разных людей. Пожалуй, по охвату разных субкультур ВК-фесту в России просто нет равных. Ну, где еще вы встретите одновременно косплееров, стримеров, экстремалов, футбольных фанатов, общественных деятелей, популяризаторов науки и это только самые основные группы? А в целом на ВК-фесте есть абсолютно все, от мороженого до индийских йогов. В нынешнем году спортивные секции были особенно велики, по крайней мере так было на Петербургском фестивале, поэтому мы просто обязаны были включить ВК-фест в территорию спорта. Как обычно, самое зрелищное происходило на пляже Парка 300-летия. Традиционно здесь царят серферы, но штормовые предупреждения заставили их снизить активность. А вот пляжных волейболистов ничем не напугаешь. Даже когда над городом сгустились жуткие тучи, девушки в открытых купальниках продолжали игру до победы. Волейбольный зенит устроил для гостей фестиваля мастер-классы и установил тренажеры, на которых можно было почувствовать себя волейболистом, даже если вы ростом до края сетки не дотягивались. Рядом с волейболом расположилась секция пляжного тенниса, о котором мы уже бегло рассказывали, когда заходили в спорткомплекс «Динамит». Для России в целом это крайне экзотический спорт, но для Петербурга с его курортами отлично подходит. Да, это был самый дождливый ВК-фест за все время. Ливни гоняли зрителей туда-обратно и сильно мешали отдыхать. Временами на площадках оставались только самые-самые стойкие. Медали им не досталось, но они молодцы. С погодой тоже надо уметь бороться. Внутри парка встречались практически все возможные спортивные активности. Тут спот для велорайдеров и скейтеров, там вышка скалодрома, а для тех, кто устал с тренировки, можно просто послушать лекции о футбольном бизнесе. Как обычно постарались боксеры, которые очень любят приглашать новичков. У Петербургской Федерации бокса был и настоящий ринг, и тренировка равновесия на мини-батутах, и даже лазерное тренажер. Все-таки бокс всегда был одним из самых доступных и практичных видов спорта. Мы сосредоточены на спорте, но вообще-то ВК-фест больше всего ассоциируется у людей с музыкой и с косплеем. Целевая аудитория здесь молодежь, поэтому с косплеем все понятно по определению, а музыканты – это в первую очередь звезды соцсетей. А то от программы в стиле ретро-фм нынешние 16-летние детишки разбегутся в одну секунду. Однако у фестиваля несколько сцен, что позволяет распределить исполнителей и публику по группам. Ну, допустим, на белой сцене помоложе, а на фиолетовой постарше. Это позволяет все же приглашать на ВК-фест тех же Иванушек Интернешнл для возрастной аудитории. Ну, а юные зрители пусть спокойно слушают хип-хоп и кей-поп у другой сцены. У блогеров и стримеров есть свои специализированные фесты, но и они здесь тоже встречаются в большом количестве, как и многие-многие другие. ВК-фест объединяет.